И с нами на связи военный обозреватель Давид Шарп, с ним эту тему более подробно обсудим. Давид, здравствуйте, рады вам в эфире Freedom. Добрый день, Олег, здравствуйте. Вот поясните, пожалуйста, ситуация на Ближнем Востоке, насколько я понимаю, читая международные СМИ, не утихает. Как, по вашему мнению, сейчас может далее развиваться данная ситуация на Ближнем Востоке? Ситуация на Ближнем Востоке, если мы говорим о тех аспектах, которым Израиль причатен напрямую, она очень многогранна. И ведутся боевые действия в секторе Газа, это одно место. Ведутся, назовем это так, полицейские антитеррористические мероприятия на западном берегу реки Ордан, то, что у нас называют Иудеи-Самарии, ведутся боевые действия в Ливане, сухопутные действия в Южном Ливане. А кроме того, Израиль наносит удары в глубине Ливана. Причем есть множество интересных нюансов, в том числе связанных с американским давлением, когда по просьбе США, настоятельной, в последние дни не наносились удары по Бейруту, по целям Хизбаллы в Бейруте. Израиль обстреливается беспилотниками и разного рода ракетами из территории Йемена, из территории Ирака, естественно, с территории Ливана на постоянной основе. И, наконец, на кону, вернее, не на кону, мы находимся накануне израильского удара по Ирану. Это фактически свершившийся факт, вопрос, каким будет этот удар, по каким объектам и к чему приведет. Это важнейшие вопросы, на которых пока ответа нету, но я вас уверяю, это свершившийся факт. Поэтому решение, я имею в виду. И поэтому, как я уже сказал, ситуация многогранна, и на каждом из перечисленных участков может развиваться по-своему, где-то по инициативе Израиля, где-то по зависимости от реакции противника. Все очень и очень серьезно, и нас ожидают очень значимые события. Это если в общих счетах, конечно же, по каждой из конкретных проблем, конкретных направлений можно поговорить уже и конкретно. В свою очередь, если пройтись отдельно по каждому кейсу, Иран не хочет продолжения непрямых переговоров с Соединенными Штатами. Об этом пишут СМИ. По крайней мере, Иран не видит никаких оснований, я зацитирую с вашего разрешения, для продолжения непрямых переговоров с Соединенными Штатами, пока не будет разрешен кризис на Ближнем Востоке. И тут, знаете, все опять же утыкается в, грубо говоря, такую недипломатическую стену. И неужто в данной ситуации дипломатия пока что невозможна, учитывая то, как атакуются параллельно, атакуются базы как в Ливане, так и непосредственно в Израиле? Дипломатия, если мы говорим, тут желательно разделять. Если мы говорим, собственно, об Иране и каком-то большом урегулировании, то оно невозможно, в принципе, даже теоретически, по той простой причине, что Иран желает уничтожения Израиля, и его стратегическая политика направлена, в том числе, на это самое уничтожение, как чужими руками, то есть своих союзников, хизбаллы, сил проиранских в Ираке и так далее, и еминцев. И, соответственно, отказываться от этой идеи, хотя бы на декларативном уровне, Иран не намерен. Поэтому здесь о каком-то урегулировании речи быть не может. Значит, если мы говорим о том, чтобы по Ирану не был нанесен удар, то это тоже, естественно, невероятно и невозможно. Иран нанес удар по Израилу, ракетный Иран за это должен заплатить. Я надеюсь, что он заплатит очень-очень серьезную цену, но не мне решать. В любом случае, действия против Ирана абсолютно неминуемы, а далее будет видно. Касательно Ливана и хизбаллы, то ситуация достаточно простая. Очень многие говорят, простая и сложная одновременно. Очень многие, в первую очередь, американцы, французы говорят о дипломатическом урегулировании. Но суть любого дипломатического урегулирования в том, чтобы оно было реальным, а чтобы не было, как я это называю, филькиной грамоткой и пустой бумажкой. То есть, когда мы говорим об устранении угрозы Израилю и северным населенным пунктам Израилю, Израилю вообще, ну, устранение угрозы, скажем так, в заметной степени со стороны хизбаллы и со стороны Ливана. Подобного рода урегулирование может обеспечено быть двумя способами. Либо военным, то есть не урегулирование, а когда уничтожаются значительные ресурсы хизбаллы, и при граниче с Израилем не контролируется хизбаллой, а контролируется израильская армия. Это вариант номер один. Естественно, нельзя назвать его идеальным, но что поделать, если нет другого выхода. Вариант номер два. При помощи посредников международных заключается такой договор, который будет подразумевать, и это ключевой момент для любого договора, реальные механизмы его реализации. Украинцы хорошо знакомы с Будапештским меморандумом, договором, в котором было сказано немало хорошего, но в котором, когда оказалось, что кто-то хочет его нарушить, нет механизмов реализации. Израиль очень хорошо наелся от такого рода договоров, в том числе в 2006 году, резолюция Совета Безопасности ООН 17.01, в рамках которой все было описано очень хорошо по поводу того, что происходит в Югном Ливане. По факту вот эти вот силы ООН, которые там находятся, не имеют возможности, и не имеют никакого мандата реализации пунктов этого договора. Соответственно, Хизбалла превратила Южный Ливан в свой укрепрайон, ну и атаковала Израиль 8 октября, посчитав, что есть необходимость солидаризоваться с Газой. Израиль не может себе позволить, чтобы террористы, когда им заблагорассудится, решали атаковать Израиль или нет, а главное, чтобы у них были эти возможности атаковать. И вот когда будут уничтожены возможности, тогда есть шансы, уничтожена, скажем так, значительная часть возможностей, все их не уничтожат, тогда есть большие шансы на то, что дипломатические усилия принесут реальные плоды. Еще раз очень важно, любой договор обязан иметь механизм реализации и стопроцентную гарантию исполнения, причем гарантию не какую-то на бумажке, а гарантию силовую, в прямом смысле слова. Если международное сообщество не предоставит силовой гарантии, силовую гарантию должна предоставить армия обороны Израиля. Вот, в свою очередь, еще важный момент. Цахал официально заявил, что Хазбала выпустила 115 снарядов по территории Израиля, очередная атака. Цахал сказал, что пересекли, все эти снаряды пересекли территорию Израиля из Ливана, а цели озвучиваются, либо это просто такие, знаете, как террористические атаки в никуда, не важно, военные объекты, либо же гражданские. Очень хороший и важный вопрос. И то, и другое. Хазбала озвучивает иногда, и они любят это делать, что они атакуют ту или иную военную базу. Иногда они это делают, кстати говоря, высокоточным оружием. И пример, который вы в начале нашего разговора привели, удар беспилотникам по военной базе, кстати говоря, это даже не совсем на севере Израиля, довольно в глубине, когда беспилотник попал по зданию столовой военной базы в тот момент, когда там ужинали новобранцы, погибло четверо и более 50 получили ранения. Это было очень-очень трагически для нас обстоятельство. Так вот, есть у них и точные удары по высокоточным оружием, есть удары невысокоточные в направлении военных баз, и есть абсолютно террористические рандомальные обстрелы ракетами, в том числе довольно тяжелыми, территорией населенных пунктов на глубине десятки километров. То есть кое за что они берут ответственность и объясняют это ударом по военным и некой местью за то, некоим ответом за это. Во многих случаях откровенно атакуют населенные пункты ракетами, которые априори не точны, не точны, и подразумеваются залпы в десятки ракет. Система израильской противоракетной обороны, насколько это возможно, есть беспилотники, это отдельный разговор, как им противостоят, и тут менее успешно все, хотя тоже, большая часть перехватывается. Касательно ракет, принцип достаточно простой. Определяется то, куда они упадут, я имею в виду разного рода датчики, радары определяют, куда упадет баллистическая ракета, будь то дальностью 7 километров или 127 километров, и далее, если ракета не угрожает, по выражению какого-то объекта или населенного пункта, ее пропускают. Если она из тех, которые относятся к угрожающим, то есть летит на цель, либо населенный пункт, либо на что-то важное военное, их перехватывают, насколько это возможно, в целом перехватывают довольно успешно, но 100% противоракетной обороны герметичной не бывает, и украинцы это тоже прекрасно знают. Израильские военные заявили, что ликвидировали еще одного важного члена Хезболы от хама Джахаута, отвечавшего за разведку. Он был убит в результате авиаудара в районе Кунейтра в Сирии. Джахаут передавал Хезболе разведанные от источников сирийского режима и способствовал операциям против Израиля на голландских высотах, сообщили в армии обороны Израиля. И мы уже не впервые видим о ликвидации тех или иных лидеров, важных персон, скажем так, дипломатичным языком, в целом Хезболы. Насколько это удар для Хезболы в целом, и насколько это может поменять в целом риторику, военную риторику по отношению к Израилю? Конкретно, если мы говорим конкретно об уничтоженном командире, это имеет точечное значение. Кстати, ни одного его, еще ряд командиров среднего и, назовем это так, чуть выше, чем среднего звена, были уничтожены в последние дни. Например, вот просто у Хезболы есть, ну, назовем это так, дивизия особого назначения, тут, можно сказать, или примерно две бригады, но сведенные в одно. 16 батальонов подразделения Радуан, в буквальном смысле качественное подразделение, в свое время в рамках ликвидации, назовем это так, начальника генштаба Хезболы, ну, на тот момент это был не начальник генштаба, но, впрочем, человек номер один в иерархии Хезболы, вместе с ним была уничтожена вся верхушка вот этого специального подразделения Радуан, за исключением пары командиров. Безусловно, когда ты в дивизии, например, я буду более обычными, такими приемлемыми понятиями, уничтожаешь весь штаб и всех командиров полка, их заместителей, ну, так, примерно, то несложно догадаться, что функционирование такой дивизии очень заметно ухудшается, заметно падает, причем на протяжении долгого времени, даже если замены находятся, какие-то замены, безусловно, находятся, пока это хоть как-то восстанавливает свою функциональность, это берет время и вряд ли выходит на тот же уровень, который был до этого. Так что ликвидации, когда они носят системный характер на всех уровнях среднего, высшего и самого высшего командования, безусловно, имеют значение. И Израиль в этом плане, если мы говорим об успехах, войны с Кизболой, то начиная с 16-17 сентября, когда началась операция Пейджа, впрочем, Израиль на нее ответственность не брал, и далее были ликвидированы очень много самых высокопоставленных командиров Кизболы и глава Кизболы Хасан Насрала. Успех от этого был серьезный, он очень сильно отразился на функционировании Кизболы, во всем, что касается принятия решений, уж больно системный он характер носил, принятие решений и конкретное исполнение обязанностей теми или иными лицами. И наоборот, такого рода действия, когда они не носят системный характер, а когда случаи ликвидации единичны, их эффект, безусловно, точечный. Вот уничтожили командира батальона эффективно, ну да, тогда батальон будет действовать несколько хуже. А может быть, даже если его заменят кто-то не уступающий, в общем-то, эффекта нет, кроме символического и принципа одним врагом стало меньше. Так что уничтожение вот таких ключевых фигур очень важно. Ну и, кстати говоря, когда речь идет о противостоянии беспилотникам, а это то, что можно назвать достаточно серьезной проблемой, Израилю удается сбивать до 80% всех беспилотников, если мы говорим за время войны, случаи с Хизбалой меньше 80%, но это проколы бывают болезненными. Так вот, один из способов бороться с беспилотниками противника, кроме систем ПВО, это уничтожение операторов и командиров, которые в этой системе у противника работают, вот этих, назовем это, беспилотных войсках. И это сегодня одно из приоритетных направлений, приоритетных направлений для израильских ВВС, израильской разведки. То есть уничтожение тех, кто представляет угрозу, их инфраструктур, собственно, самих беспилотников, складов, мест производства, и самих, и, собственно, тех людей, которые эту угрозу притворяют в жизни. И, кстати, такого рода успехи тоже есть. Так что все, если носит системный характер и приводит к определенным результатам, я имею в виду с точки зрения ликвидации, все это, безусловно, имеет значение, является одним из таких кирпичиков в строении, строение, которое должно стать определенным успехом, когда мы говорим о более обширных итогах. Давид, огромное вам спасибо, что вы нашли время присоединиться к эфиру. Я напомню, Давид Шарп, военный обозреватель, с нами был на прямой связи. Субтитры создавал DimaTorzok